А теперь мне хочется сказать о том, какие у нас совместные проекты были с Биологическим музеем имени Тимирязева. Вообще нас связывает достаточно давняя дружба, это еще в те времена, когда я работала и в школе акварели Сергея Андреяки, и когда уже Русское общество ботанической иллюстрации стало заниматься самостоятельно выставочной деятельностью. И если мы говорим именно о ботанике, о цветах, то в 2018 году в школе акварели Сергея Андреяки, не в академии, как это было в 2016, а именно в школе, опять же, была организована большая выставка, я считаю, очень большая выставка, даже его назвать можно межмузейным проектом, потому что участниками этой выставки были и музей-усадьба Архангельская, и музей декоративно-прикладного искусства на Делегатской, и частные коллекционеры, Биологический музей Тимирязева, конечно, тоже очень много экспонатов из своих фондов дал Биологический музей имени Тимирязева. И вот, вы знаете, занимаясь историей ботанической иллюстрации уже в течение пяти лет, уже давно я знала о существовании такой книги, которая называется «Ожившие цветы». Художником этой книжки был Жан Гранвиль, это книга 19 века, интересная история этой книги. Это было время эмансипации, когда дамы начинали заниматься политикой, заниматься наукой, и вообще в общественной жизни более активную роль играть. И в том числе ботаника тоже тема, которую, наверное, было интересно им изучать. И для того, чтобы этим дамам было не скучно изучать ботанику, художник изобразил цветы в виде прекрасных дам. И если в книжке была метаморфоза, что цветы были превращены в людей, то сейчас мы решили сделать такой обратный ход. С художниками договорились, мы взяли этих всех прекрасных дам, каждый художник себе прекрасную даму взял и нарисовал эту даму уже в виде цветка обратно, растения, но уже созданной в той технике современной ботанической иллюстрации на том уровне, который человек умеет. И тогда где-то человек 15, 15 примерно цветков было нарисовано, и в большом выставочном зале, там 6 у нас было залов, и один зал был посвящен исключительно именно теме оживших цветов Жанна Гранвиля. То есть там были только экспонаты из Биологического музея Тимирязева, вот как раз эти старинные гравюры, и работы современных художников. И вот теперь очень интересный проект, как мне кажется, который просто потряс всю Москву, не будем скромными. Выставка ботанического рисунка растения Красной книги Москвы в знаменитом поезде «Акварель» в выставочном зале на колесах в Московском метрополитене. Это был проект, реализован совместно с Биологическим музеем Тимирязева, Русское общество любителей ботанической иллюстрации и Московский метрополитен. То есть три вот таких партнера было вот как-то придумано, что можно было бы показать ботаническую иллюстрацию именно в стенах, в интерьерах этого прекрасного поезда. Почему мы обратились туда? Дело в том, что работая в школе «Акварели» Сергея Андреяки с 2005 года, моей задачей было рекламировать деятельность школы «Акварели». Ну, занималась я и выставочной деятельностью, и в какой-то момент мне пришла в голову идея, почему бы не сделать выставку работ учащихся школы в метро. Тогда было много очень рекламы в метро, и так подумалось, почему бы вместо рекламных плакатов не повесить для пейзажа, натюрморты, портреты «Акварельные». Ну, как приятно. Вот. И я к Сергею Николаевичу обратилась, и он меня поддержал. Дальше мы вышли на Дмитрия Владимировича Гаева, начальника московского метрополитена. И удивительно просто материализация идей, потому что подумалось, захотелось, придумалось, обратились. А Дмитрий Владимирович Гаев оказался такой творческой личностью, что ему это так понравилось, он сказал, ну, хорошо, давайте сделаем. И он взял несуществующий поезд, и где мы просто налепили там постеры, да, нет, он сказал, мы сделаем отдельно, мы сделаем специальный проект на метровагонмаш, мы сделаем выставочный зал на колесах, чтобы мир вздрогнул, не только Россия, потому что действительно не было до этого, и сейчас, в общем-то, это уникальная вещь. Ну, тем не менее, 9 месяцев мы делали этот поезд, и первая экспозиция – это школа «Акварель Сергея Андреяки». Спустя много лет, занимаясь уже самостоятельной выставочной деятельностью, я всегда помнила о том, что есть прекрасная выставочная площадка, но туда мог попасть только музей. И поскольку долгие годы сотрудничества нас связывали с музеем биологическим имени Тимирязева, поэтому, святое дело, мы поговорили, подумали, а что можно было бы сделать интересного. Опять же, должна была быть концепция не просто повесить какие-то ботанические рисунки, а вот с какой-то идеей. И вот Русскому обществу ботанической иллюстрации в 2019 году исполнялось 5 лет, а у биологического музея Тимирязева, оказывается, исполнялось в этом году 15 лет коллекции краснокнижных растений, которая 15 лет назад ровно была посажена на территории биологического музея Тимирязева. Мы решили объединить эти два праздника, обратились в метрополитен, и они сказали, да, конечно. Таким образом, вот этот поезд сформировался, новая экспозиция сформировалась, было 5 вагонов, ну, собственно, как и в 2007 году. И вот вы можете видеть, что у нас получились ягодные растения, водные, околоводные растения, первоцветы, колокольчики и луговые. И вот 5 вагонов. Этот поезд был запущен 30 августа 2019 года, и до сих пор он ездит под землей. И есть такая примета в Москве, тот, кто встретит и проедет сегодня на поезде акварель, тому будет удача сегодня. Сейчас опять у нас, мы давно уже этот проект придумали, и, к сожалению, из существующих событий, о которых вы знаете, выставка была запланирована на апрель месяц еще, но вот она, к сожалению, состоялась, и, насколько я понимаю, она откроется осенью. И сейчас жившие цветы предстанут в более полном виде, потому что, как вы помните, я сказала, что из 25 гравюр было прорисовано современными художниками, ну, примерно там 2 трети, то сейчас абсолютно каждое растение нарисовано художником. Кто-то у нас остался прежним, кто-то создал новые работы, у нас новые участники. Это еще интереснее, потому что и уровень, и качество рисунков, естественно, возросло. А некоторые художницы сказали, ой, я и старой работой буду участвовать, и новую нарисую. Говорю, ну, пожалуйста, конечно. Вот, и сейчас для того, чтобы вас немножечко заманить, хочу показать несколько разворотов нового каталога. Работы пока у вас знакомые. Сейчас вот у меня несколько листов, но для того, чтобы полюбоваться всеми работами, которые созданы и специально под этот проект, приглашаю вас, приходите на выставку, и вы целиком и полностью насладитесь прекрасными ботаническими иллюстрациями и самой выставкой, потому что очень будет интересно, будет не только ботаническая иллюстрация новая и старая, но и сама по себе экспозиция будет дополнена и засушенными растениями, и какими-то, может быть, плодами. И мне рассказывали, там будет очень интересно. Приглашаю вас на выставку. Всегда ваша Елена Винничек, русское общество, любитель ботанической иллюстрации.